Метоз. В метозе выделяют репродуктивную и разделительную фазу. В начальный отрезок интерфазы, или постметатический, прессинтетический, G1 период, это все одни и те же названия, завершается формирование ядышка, происходит инстинктивный синтез белка, рост массы клетки. Синтетический, или S-период. Здесь удваивается количество наследственного материала клетки. Это происходит полуконсервативным способом. Изначально биспираль ДНК расходится на две цепи. Затем возле каждой цепи синтезируется комплементарная ей цепь. Молекулы ДНК образуются отдельными фрагментами, а затем фрагменты сшиваются в одну макромолекулу. Смысл редупликации ДНК репликонами – это ускорение редупликации. Участок хромосом, где начинается синтез, называется точкой инициации. Редупликация запускается сигналами из цитоплазмы. Наряду с ДНК в синтетическом периоде образуется РНК и белок. Также удваивается количество гистонов. Постсинтетический или предметатический или G2 период. Это отрезок времени от окончания синтетического периода до начала метоза. Здесь синтезируется РНК и белок. Масса цитоплазмы удваивается. Белок – тубулин для микротрубочек вертина деления. Фаза метоза. Профаза. Хромосомы спирализуются и приобретают вид нитей. Ядышко разрушается. Распадается ядерная оболочка. В цитоплазме уменьшается количество структур шероховатости. Резко сокращается число полюсом. Центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки. Между ними микротрубочки образуют вертино деления. Метафаза. Заканчивается образование вертино деления. Хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости клетки. Метафазная пластинка так называемая. В микротрубочке вертино деления связаны с кинетохорами хромосом. Каждая хромосома поддольно расщепляется на две хроматиды. Дочерние хромосомы, соединенные в область кинетохора. Анафаза. Связь между хроматидами нарушается и они в качестве самостоятельных хромосом перемещаются к полюсам клетки со скоростью на 0,2-5 мкм в минуту. По завершении движения на полюсах собираются два равноценных полных набора хромосом. Телофаза. Реконструируются интерфазные ядра дочерних клеток. Хромосомы диспирализуются. Образуются ядрышки. Разрушается вертино деление. Материнская клетка делится на две дочерние. Разделительная фаза цикла характеризуется построением методического аппарата. Он состоит из микротрубочек и структур поляризующих метоз, то есть образующих два полюса в клетке. Такими структурами, образующими два полюса в клетках мекопитающих, являются, например, центриоли. Методический аппарат обеспечивает перемещение хромосом в анофазе. Микротрубочки присоединяются к хромосомам в области центромер. Их также еще называют кинетохорами. Для этого процесса нужно АТФ. При помощи энергии микротрубочки сокращаются, и хромосомы вместе с сокращениями микротрубочек будут перемещаться к полюсам клетки. Удвоение ДНК не всегда сопровождается ее разделением на две. Так возникает эндомитоз. Это кратное увеличение количества хромосом. Геномная соматическая мутация. И политония. Это кратное увеличение содержания ДНК в хромосомах при сохранении их диплоидного количества. С увеличением числа генов растет масса клетки, что повышает ее функциональные возможности.